Я приветствую всех вас, дорогие друзья, на очередном выпуске изучения Библии, и мы очень рады, что мы можем продолжить вместе с вами познавать Слово Божье. Мы уже заканчиваем пройденный квартал. Это уже 14-я встреча, 14-й урок из послания апостола Павла в Эфесскую Церковь в контексте следования за Иисусом в трудные времена. И называется сегодняшний урок с посланием к Эфесианам в сердце. Мы сделаем некий обзор этого всего. Хочу сказать, что у вас есть возможность делиться этими видеороликами из всей серии, из всего этого цикла послания апостола Павла в Эфес. И сегодня вместе со мной мои друзья, мои коллеги, братья, пасторы, которые будут вместе со мной исследовать Священное Писание. Сегодня со мной пастор Виталий Марингоз, пастор из города Бричаны. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо, Олег. И сегодня с нами уже тоже знакомый для вас пастор общины из села Новый Сен-Жирей, пастор Валентин Пирожок. Спасибо за приглашение. Мы рады вместе окунуться в Слово Божье. Мы рады вместе познавать, что хочет сказать нам Бог. Сегодня, может быть, не будет чего-то нового, но будет, знаете, как говорится, хорошо забытое старое, но еще не совсем забытое, потому что мы вот-вот закончили и сейчас сделаем просто обзор. Но перед тем, как мы, конечно же, сможем приступить к этому обзору, я хотел бы, чтобы мы вместе обратились к Богу и чтобы Дух Святой руководил нами. Пожалуйста, пастор Виталий, помолитесь. Дорогой Господь, мы благодарны за эту возможность вновь открыть Священное Писание и размышлять, Господи, над этими святыми Твоими словами. Мы просим, пусть Твой Святой Дух будет нашим учителем и сделай нас учениками, Господи, в Твоей школе. Аминь. Благослови, чтобы те, кто будут смотреть этот разбор урока, могли бы обогатиться духовно и чтобы это послание к Ефесинам нанесло бы глубокий отпечаток в их сердце. Во имя Иисуса мы просим и молим и за все благодарим. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Вы знаете, я не бывал в Лондоне, но говорят, что там есть такое колесо обозрения, которое у нас есть в общем-то и в Молдавии, и в Кишиневе, наверное, в некоторых городах тоже оно присутствует. Там оно называется Лондонский глаз. Оно имеет высоту 137 метров. Это достаточно крупное сооружение. Ну да. И люди, поднимаясь на пиковую, да, вот эту точку, они могут видеть, ну, весь город, а то и может быть даже часть страны, с другой стороны видеть все достопримечательности. И вы знаете, отчасти можно связать с тем, что апостол Павел в своем послании, он также поднимает нас на вот некую вершину, из которой мы можем увидеть в целом его учение, которое будет прослеживаться и в других посланиях, потому что в этом послании апостол Павел в каждой главе затрагивает определенные темы, которые потом раскрываются и в других посланиях тоже. У него, получается, примерно в каждой главе он возносит нас на одну из пиковых таких тем. Да, да. И вот вообще мне вот интересно, бывали ли вы в горах? О, да. Бывали. Мне, я не прямо так был в горах, я был у подножия горы, но когда поднимался на небольшую возвышенность, мне всегда было очень удивительно смотреть сверху вниз, да, то есть ты видишь полностью, как будто все у твоих ног, и самое главное, все разложено. Так ли это в горах? На какой высоте бывали вы? Могли ли бы вы поделиться своим опытом? Я был с друзьями в Румынии на одной из самых высоких гор, называется Молдаванка. Оно оттуда видно очень далеко, интересно, красиво, но идея самой дороги. Когда проходишь по дороге к этому месту, то ты проходишь через цепь гор, с которых открываются разные виды. То есть где-то очень резкий, а где-то очень длинный такой объем. Но что меня завыражило, вот когда смотришь с гор, это дальний обзор. И интересно такой момент, когда вот Бог сотрил человека, Он говорит, что ты будешь заботиться об этом мире, что вот ты как человек. И я, находясь на этой высоте, чувствовал себя таким маленьким, таким беспомощным. Когда смотрел на эту гору большую, величественную, и я, когда вот так много, я такой маленький, беспомощный, говорю, Господи, и ты вот создал меня, человека, чтобы я над всем этим уследил, и чтобы этим… Разделывал и управлял. Да, но с другой стороны, это было восхищение, ведь я оказался на полете птиц, на уровне, да, как птицы летят. Наверное, выше облаков, да. Да, да, нет, я не был выше облаков, ну как бы не было такой возможности, облаков не было как раз. Но идея вот на такой высоте, и как птицы постоянно смотрят сверху на низ. И тогда у меня промокнула только одна мысль, а как Бог смотрит и видит всех нас? Спасибо, да, очень интересно. Ну, я, скажем так, был среди гор, но на горы не поднимался, но вот на высоте такой где-то 200 метров вниз был наверху ущелья одного. И тоже захватывает вот этот вид, когда смотришь туда, вот эта панорама такая, всё внизу кажется таким маленьким, мелким, вот захватывает дух. И, честно говоря, я побаиваюсь высоты, да. Но с другой стороны, несмотря на… Я тоже боюсь высоты. Несмотря на вот этот страх и величие одновременно, вид сверху, он позволяет увидеть очень много мелких деталей, которые ты не можешь увидеть на уровне. Согласны, да? Да, конечно. Перед тобой плоскость, вот перед нами сейчас стол, и мы можем вот увидеть, как вот всё разложено, да, священное писание, там книга. То есть всё видно, можно разглядеть, какая глава открыта, какая страница и так далее. Кто-то сказал, я не знаю кто, что послание в Эфесскую церковь является, знаете, такими горными вершинами Нового Завета. И Павел вот как раз показывает нам вот все эти вещи, все эти вершины в какой-то мере. И вот каждая глава — это определённая вершина. У нас их шесть. Шесть глав. Давайте попробуем обобщить пройденный материал. Каждая глава — это вершина. У нас первая глава, и мы её можем назвать, и нам помогает в этом материал, который мы имеем. «Наше благословение во Христе». Первая глава. Это первая вершина нашей благословения во Христе. В чём её суть? Поделитесь, пожалуйста, на основании первой главы послания в Эфес. Я думаю, что самое большое благословение, которое Бог даёт, и что мы можем понять, — это план искупления. То, что Христос совершил ещё до сотворения земли, Бог уже предусмотрел план по искуплению человечества. И во Христе, который и был согласен, и исполнил его, мы имеем самое великое благословение. Спасибо, спасибо большое. Ну, как бы добавить что-то по этой теме. Мы видим, что у Христа был план для человечества. То есть он хотел дать лучшее человеку. Да, тут вмешался грех, но у Христа всё равно есть план, как и вопрос греха решить. И вот этот план Б, он не как запасной, а он даже может исправить ситуацию, что она будет лучше, чем тот, может быть, первоначальный замысел. И вот это самое удивительное, что Бог, вроде бы и исправляя проблему греха, тем не менее хочет дать нам ещё более лучшее в Христе. Спасибо. Вы знаете, я обратил внимание здесь на десятый текст. В новом переводе, под редакцией перевода Института библейских исследований, Заокского говорится, «Дабы через него осуществить, когда исполнятся времена, своё намерение». И дальше объясняется, что за намерение. «Воссоединить всё сущее в небесах и на земле под главенством Христа». Вот этот план спасения, который был задолго до сотворения. Объединить, где во главе будет Христос. И очень интересно, что с 15 текста здесь также описывается, как результат этого. То есть результат вот этого взора — это наша реакция. Прочитайте, пожалуйста, 15 текст первой главы. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». И шестнадцатый — «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Вот этот принцип единства, единения, о котором мы ещё будем говорить, когда он смотрит, как проявляется вера в людях, апостол Павел. Когда он смотрит, возможно, как за него молятся. Он ощущает это. И как он молится, и как он благодарит Бога. Это великое, что может быть, конечно. Ну и ещё, если можно здесь, что ведь на самом деле до того, как мы познали Христа, мы все были чужими друг к другу. То есть каждый жил своей жизнью, каждый занимался выживанием или улучшением своих благоустройств и так далее. Но познав Христа и то, что он сделал ради нас, мы понимаем, что мы теперь объединены, и мы являемся искуплены одной кровью, и мы теперь братья, и мы едины в этом спасении. И поэтому отношение уже между нами меняется, улучшается. Как бы вы вот резюме так вот сказать? Наше благословение во Христе — это? Что это? Вот в одном предложении, как бы вы это сказали? Это понимание, что ты спасён, и что ты не один, будучи здесь на земле. И что над тобою и над твоим ближним есть Бог. Наверное, вот так вот. Я как-то так это увидел для себя. Я бы добавил благословение в Христе, что любовь в сердце. Любовь, что это проявление любви в сердце человека. Спасибо большое. Или новая жизнь, подаренная Христом. Благословение во Христе — это новая жизнь, подаренная Христом. Подаренная им, да. Спасибо большое. Удивительная глава, которая наполнена смыслом, которую обязательно надо перечитывать. Да. На которой нельзя, изучив, ну всё, теперь мы знаем. Нет, истина будет открываться ещё в полной мере. Так. Другая вершина, которую мы вместе с вами открываем, это вершина номер два, да, такая, как хребет. Да, да. И мы идём на следующую вершину. И это вторая глава, и характеризуется она как «мы спасены, чтобы стать церковью». Мы отчасти затронули это в первой главе, насколько я помню. О чём вторая глава? Что здесь важно, на что ставят акценты апостол Павел? Ну, тут такие как бы три основные момента, которые он отмечает, или можно сказать, три основные события в жизни Христа, в служении Христа. Это его воскресение, то, что он вознёсся на небеса и воцарился там. Вот эти три момента Павел связывает непосредственно с нашим спасением и говорит о том, что вот три этих момента, они дают нам, как бы, мы, соединяясь со Христом, результаты вот этих поступков Христа или Его деяний, они переходят на нас также. То есть… Это пример? В Его воскресении мы тоже, проживая, да, как бы, отворачиваясь от прошлой жизни, мы воскресаем для новой жизни с Ним. Он нас, как Христос возносится, да, на небеса, так и мы призваны вот расти, да, как подниматься на вот эти духовные горы. И также воцарение, да, ну, это, можно сказать, нам пока дано имя, да, что мы дети Божьи и определённый статус, но мы должны, как бы, и Христос должен прийти и нас взять туда, и, с другой стороны, мы должны жить так, чтобы этому статусу соответствовать. Поэтому тут, как бы, происходит соединение нас с Христом вот в этих моментах. Спасибо. В какой-то момент мне показалось, что вы сказали об одном направлении. Ну, допустим, мы знаем, что, как верующие христиане, что воскресение Христа — это залог нашего физического воскресения в будущем. Вознесение Христа — подобный пример, когда мы будем возноситься со Христом после воскресения. И третий — это воцарение, то есть уже стать частью наследия, которое Бог дарует нам. Но вы параллельно ещё сказали мысль, будучи на земле. Да, да. Вот это очень интересно. Это и ждёт нас, но мы переживаем результаты духовные, как бы. Мы проживаем это и здесь всё. Спасибо. Это обязательно нужно понимать. Спасибо большое. Интересно, что и в первой главе, и во второй продолжается. Павел поднимает наш статус. И он показывает, вы теперь не просто грешники падшие, но вы спасены во Христе. Во второй главе он говорит, и вам дано преимущество вот какое, приготовленное для вас. Во Христе он оживотворяет, и сегодня он уже делает это изменение в нас. Сегодня мы уже, как новая жизнь, смотрим по-другому друг на друга, у нас другие мысли, общение. И в пятом тексте, во второй главе он говорит, и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены. И об этом стоит помнить всегда. Что бы ни случилось с нами, Христос нас уже оживотворил и даёт нам вечную надежду. И также уже последующее действие — это вознесение и воцарение. В какой-то момент мы можем разделить и понять, что как будто бы глава делится на две составляющие. Да. Первая составляющая — это описание единства конкретного человека или человечества с Иисусом. Да, допустим. И второе — это вот с 11 текста второй главы уже происходит описание единства в Церкви. Потому что мы изучали послание апостола Павла в Афиас, мы видели, какие есть трудности, связанные даже внутри общины и внутри Церкви в целом глобально на тот момент. Да, было непросто. И таким образом мы как бы видим вот эту такую двустороннюю связь и с Богом, и с Церковью. И все вот эти три вещи, о которых вы сказали — воскресение, вознесение и воцарение. Воскресение, вообще мне кажется, что они как будто бы все происходят в единении и с Богом, и с Церковью. Потому что ты не можешь расти самостоятельно. Ты обычно растешь в каком-то социуме. Ну, об этом пишет и Новый Завет. Не оставляйте собраний ваших, это необходимость. Спасаешься ты тоже не один. Бог не спасает только одного человека. Не имеется в виду, что Бог коллективно спасает. Нет, я к тому, что не будет только один спасенный. Один и единственный спасенный. Не будет ведь такого. Священное Писание пишет, всякий верующий в меня не погибнет. Великое множество. Да. То есть мы вместе с вами видим, что это все происходит в социуме определенном. И поэтому ни в коем случае, мне кажется, нам нельзя разделять вот этот рост, воцарение, опять же, дети Божьи, детьми Божьими. И все упирается в то, что у Христа есть церковь, которая есть и в которой призваны служить люди. Вот у меня эти мысли появляются. Ну и одно без других не может быть. Если нет личного единства со Христом, то придя в церковь, ты будешь чувствовать себя чужим и ненужным. Спасибо. А если ты со Христом, то придя в церковь, ты ощутишь, что и он со Христом, и он со Христом, и мы вместе со Христом, мы вместе. И я думаю, что церковь состоит из людей, у которых одни идеи, у которых одно стремление и возрастание во Христе. Это один момент. Второй момент, что церковь помогает мне сегодня понимать и быть счастливым в этом мире, потому что в вечности я не могу быть счастливым один. Я хочу быть в социуме и в обществе, поэтому создается семья, дети, поэтому и церковь как большая семья. И я думаю, что Павел ставит на это акцент и говорит, что мы спасены. Начало спасения – это наше личное отношение со Христом. И дальше по развитию оно развивается, и это уже проявляется в церкви, где мы уже служим, где мы уже возрастаем. Да. Спасибо большое. Очень интересно. Вы знаете, но дальше идёт третья глава. И третья глава – это уже другая вершина, где мы говорим конкретно о церкви, где Павел пишет конкретно о таком понимании немножко как церковь, почему важно быть частью Божьей Церкви. Сегодня множество людей, вы как пасторы, я уверен, вы сталкиваетесь с таким понятием. Зачем ходить в церковь? Почему ходить именно в эту церковь, а не в какую-то другую церковь, да, к примеру? Да. И вопрос тут же. Ну, для многих молодых людей прежде всего вопрос «Мне будет там как? Как я буду себя там чувствовать? Что я буду переживать? Какие эмоции? Мне будет скучно, мне будет увлекательно. Я хочу переживать эмоции. Это нормально в принципе как бы? И вот что вы скажете об этом? Ваш опыт, ваши общины, может быть, ваши мысли? Да. Ну, в контексте третьей главы, конечно. Да. Да, быть вообще частью Божьей церкви — это жизненная необходимость, точнее, это жизненно необходимо для верующего человека. Потому что мы говорим вообще о духовном опыте нового рождения, да? И куда этот новорождённый? В приют? Нет, он попадает в семью, то есть в Божью церковь, где о нём заботятся, где ему должны помочь взрасти, так сказать, развиваться. Но вот тот момент, что если мы относимся к церкви, да, вот как к продукту, оцениваем вот эту семью как продукт, то есть будет мне там хорошо или нет, какие там условия, мы относимся вот так потребительски, выбирая, скажем так, самые приятные для нас условия, то возможно, что с нами будет, то есть мы будем развиваться неправильно, потому что не всегда для роста нужны самые благоприятные условия. Зачастую для роста нужны как раз альтернативные условия. Да, нужны и благоприятные в том числе, но нужны какие-то испытания, трудности, ветры. И поэтому надеяться на то, что в церкви мне будет только хорошо и приятно, не стоит. Я думаю, что тут лучший подход — это быть активным самому и быть готовым к определённой борьбе, потому что рост — это борьба, это развитие требует того, чтобы мы старались двигаться в определённом направлении, даже если в этой семье по каким-то причинам, кто-то уже устал, никуда двигаться не хочет, но мы не должны из-за этого сдаваться и мы останавливаться. Поэтому я считаю, что развиваться как христианин ты без церкви, без общины, без пребывания в ней не можешь. Спасибо. Здесь апостол Павел сравнивает церковь как тело, как домостроительство. И я думаю, что стоит упомянуть, что апостол Павел относится церковь как к живому организму, не как к какому-то строению, кирпичному зданию. И как любой орган из тела, он не может жить отдельно. Любой какой бы хороший орган, сердце, очень хорошее, очень важное, но если его положить отдельно от всего тела, он не может выжить. Поэтому быть частью церкви, быть частью целого или семьи Божьей крайне необходимо для того, чтобы я мог жить духовной жизнью. Другой момент — это понять план Божий по отношению к моей жизни. Ведь не всегда моя жизнь слаживается так, как мне хочется. И Бог помогает в церкви найти ответ на эти вопросы. И очень часто в служении или общении, также в субботней школе, общаясь, человек рассказывает о своей беде, и Бог посредством некоторых людей отвечает на мои нужды. И таким образом я понимаю, что я не брошен, я не один, и я принимаю силы идти дальше и жить. Один момент. Другой момент — Бог хочет и ожидает, может, чтобы я кого-то ободрил. И даже у меня, помню, такая цель была в молодости — пойти в субботу в церковь и найти, кого ободрить. Интересный был для меня вызов тогда, не просто прийти и послушать, но найти кого-то, кого бы я мог ободрить. И вы знаете, эти были самые счастливые субботы в моей жизни. Я возвращался домой, как будто был переполнен чем-то, чем-то таким неведомым, непонятным. И, возможно, тогда было вот это желание, и тогда оно зародилось быть полезным Богу не только в седьмой день, но всю неделю находить людей, кому помочь ободрить и указать на Христа. Но вы тогда характеризуете как церковь, как увлекательное место. Ну, опять же, зависит от той позиции, которой ты занимаешь. Если ты как… Ну, вот сталкивался в одной книге, по-моему, или семинаре с таким понятием. Ты зритель или ты ученик? Если ученик, то ты активный участник того, что происходит в церкви. Ты в действии всегда. Да, тебе не безразлично, у тебя такая проактивная позиция. А если ты зритель, то тебе очень быстро наскучит, потому что церковь — это не то, что смотрят, это не увлекательный сериал. Это обязательно, ну, хотя иногда бывает и что посмотреть церковь, но обязательно необходимо твое участие. Я тут хотел подметить такой момент, что Господь, Он человека не просто так же ставит в церковь, вот именно помещает в церковь, а для того, чтобы были тесные отношения. Если ты в большой церкви, тебе обязательно нужна более маленькая группа людей из этой церкви, чтобы ты с ними строил более тесные, более такие доверительные отношения. И тут можно найти людей разных по возрасту, но которые тебе действительно соответствуют. И с ними развиваться, может быть, даже это напарник будет, только вдвоем будете, но человек, с которым ты действительно чувствуешь это единение, и ты ближе с ним общаешься, в том числе и на духовные темы. Вот это необходимо, я считаю, для того, чтобы гармонично развиваться в церкви и чтобы церковь приносила максимум пользы для духовного роста. Спасибо. Вы немного задели вопрос описания церкви как тела. Четвертая вершина, четвертая глава говорит о единстве веры. И здесь упоминается очень интересно, семь таких понятий единичности. Это одно тело, дух, надежда, Господь, вера, крещение, Бог и Отец. Все это говорит о единстве. Вот так, если очень вкратце, о чем, вот как вот человеку понять вот эти примеры, вот очень вкратце, вот как вы это видите. Ладно, тело. Тело для нас более как-то понятно, да, есть глава Христос, есть части тела, это церковь, которые управляются главою, один дух, здесь что? То есть вот вкратце буквально воспринимать те вещи, которые здесь, они действительно объединяют церковь, то есть дух здесь это не столько мы должны воспринимать как, ну, какое-то, скажем, то, что осязаемо, да, но это как одно настроение, да, у всех членов церкви, одно веяние, которое... Направление, возможно. Да, 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 которая атмосфера, наверное, это же будет более так современно сказать, да, которая пронизывает всю церковь. Вы помните, когда ученики, да, хотели там силой Иисуса куда-то не разрешили ему пойти, и они как бы решили, что мы наведем порядок, да, твердой рукой, Иисус сказал, вы не того духа. То есть вот именно здесь нам дает понять, что это не то настроение, не тот подход, который у них был, а как раз-таки подход Иисуса, да, настроение Иисуса, вот ту атмосферу, которую Он создает, это и есть тот дух, который должен объединять нас. То же самое надежда, да, то есть общность того, на что мы все надеемся, да, это такие вещи здесь указаны, которые скрепляют нас. И вот я, наверное, из этого хотел бы выделить Бог, Отец и Господь, вот эти вещи. Мы тут как бы хочу привести в пример доктрину о триединстве божества, потому что мы говорили, что в начале вот второй главе, там как бы подмечается наше единство с Богом и в то же время единство друг с другом. То мне кажется, лучше всего мы единству как раз-таки у триединого Бога и можем научиться. Как это, что Отец, Сын и Святой Дух, они вот так вместе взаимодействуют. Между ними такая любовь, взаимопонимание, единство мыслей, да, планов их, это действительно, когда мы общаемся с таким Богом, мы начинаем понимать, а как мне в семье, как в церкви строить отношения так, чтобы достичь того же взаимопонимания, той же любви и сотрудничества. Поэтому где-то вот оно сверху спускается, да. Я, насколько я близок к Богу и понимаю вот такого Бога триединого, это же играет и на то, какое будет единство в церкви у меня. Спасибо, спасибо. От меня, да, как это будет исходить, это стремление к единству. Спасибо большое. Тут же говорится и о вере, и о крещении, тоже в отношении, конечно же, единства, единого мышления, единого понимания. Вы знаете, пятая глава. Если можно. Да, пожалуйста. Здесь всё же Бог не хочет, чтобы мы были роботами. Ну да. Чтобы мы не просто думали, а все одинаково. Надо всех под одну гребёнку, да. Да, мы остаёмся всей своей идентичностью. Но, тем не менее, он показывает, что у нас один Христос. Одна глава, да. Одна глава, да. То есть, Он наш руководитель, мы Ему подчиняемся. Вот этот важный момент, что и триединство, как сказал брат Виталий, и все эти аспекты, семь аспектов и крещения, всё мы все делаем одинаково, но опыт с Богом у каждого свой. И жизненный путь восхождения к Богу у каждого свой. Кто-то уже возрос сейчас, а кто-то завтра, а кто-то ещё, ещё через некоторое время. Свой путь. Но, тем не менее, мы все стремимся к одной цели. К одному эталону. Да, да. И что вот важно для меня здесь, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец, который над всеми и через всех и во всех нас. Когда мы вместе желаем, чтобы Бог жил в нас, чтобы Его планы притворились в наши планы, чтобы Его желания стали нашими желаниями. И вот это и становится то, что объединяет нас. И в этом будет один дух. Да. Потому что все будут в Господе. Вы знаете, здесь очень интересно, что здесь же происходит такой плавный переход на другую вершину. Потому что здесь даром получили, даром отдавайте. Что может отдавать верующий человек? Что должен отдавать? Что может отдавать? Ну, вот я как раз хотел подметить, что к такому единству надо стремиться. Оно просто так вот с неба не сваливается. То есть человек должен стремиться обогатиться тем, что ему может дать Господь. То есть когда мы пропитываемся теми истинами Евангелия, человека касается его сердца, например, та же притча о том, как прощает тот хозяин огромный долг своему рабу, а тот потом идет и не прощает более маленький своему должнику, то ты начинаешь прозревать по поводу своей жизни и начинаешь вот те вещи, которые Бог тебе дает. Понимаешь, что если Бог меня так много простил, как я могу не дать это моему ближнему? И вот оно здесь как раз таки, когда ты наполнен духовно, ты начинаешь этим делиться. Причем безвозмездно, потому что тебе это, хотя и достается с определенным трудом, но Бог даром это дает тебе. И тут как бы такое духовное нужно напряжение, чтобы получить это. И вот оно и способствует единству, когда ты делишься своими духовными богатствами, а тут человек, он тоже его это цепляет, он начинает заинтересовываться, и у вас вот идет это сближение на основе вот этих духовных интересов. Вот тут, я думаю, есть этот секрет. О чем говорит шестая глава? Там речь об армии. В сегодняшнем мире, где, к сожалению, мы видим разные события. И Священное Писание описывает, что эти события будут развиваться, и они будут в разных частях мира. Скоропостережно. Да, и речь идет об армии, но о неком вооружении. Апостол Павел пишет о вооружении для армии Бога. Как это воспринимать сегодня в контексте особенно того, что происходит в мире? Ну, мы подошли к шестой вершине. Да. Все начинается с той первой, откуда мы начали. Это Христос и план спасения. И он совершил план спасения. Это не было легким каким-то подвигом. Он не пришел, просто прошелся по земле и говорит, все, дядь, житье, спасение. Но ему пришлось пройти путь борения с дьяволом, со своими похотями и желаниями, как человек он жил. И в итоге он победил. И на кресте мы слышим, «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Вот это, я думаю, это самая великая победа, когда мы прощаем даже того, кто не заслужил прощения и тем более не просит прощения. И Павел говорит, что в шестой главе показывает церковь и нас, как воинствующие, борющиеся против духов злобы поднебесной. Да. И он предлагает нам не меч, танк, самолеты и бомбардировщики, но он предлагает нам духовное оружие, которое стоит выше всего этого. Я думаю, если бы люди понимали и победили бы на этом поприще, то они бы никогда не взяли в руки оружие и не шли бы убивать друг друга. Потому что самый великий враг это человекоубийца, это дьявол, который заставляет меня думать о плохом, о другом, завидовать и так далее, и тому подобное, жажда. И великая победа это над собой. Когда я победил во Христе, мои похоти и мои желания. Спасибо. Вы знаете, это та великая борьба, которая происходит за каждого из нас. И здесь дьявол борется с Богом, а поле битвы разум людей, наши сердца, наш разум, наше внимание, на ком мы сосредоточены. Дорогие друзья, завершение главы апостола Павла, главы книги в Эфес, говорит о борьбе, в которой победить возможно только с Богом. И эта победа реальна. Кстати говоря, у меня на столе лежит вот такой экземпляр книги «Великая борьба» христианской писательнице Эллен Уайт. Вы можете получить ее бесплатно, написав об этом в чате, может быть, заказав или позвонив по телефону, который вы увидите на экране. Это книга, которая поможет вам раскрыть суть великой борьбы, которая происходит сегодня, о которой пишет апостол Павел, о которой мы вместе с вами сегодня говорили. Очень интересно описано. Перед искупленным народом Божьим откроются для изучения все сокровища Вселенной. И уходящие вечность годы будут открывать все более глубокие и славные истины о Боге и Христе. Но это возможно только тогда, когда мы одержим победу и будем вечно с Богом. Тогда это возможно. Мы взойдем еще на одну вершину и истины не будут прекращаться, потому что Бог будет открываться нам в полной, в полной мере. Он победил уже и дает нам эту победу. Да. Спасибо большое вам за эти размышления. Спасибо большое за то, что были сегодня. Слава Богу за эту замечательную книгу, которая открывает нам истины. И я хотел бы, чтобы мы молились о том, чтобы в этой борьбе, которая происходит у каждого из нас, в этой борьбе мы выходили победителями. Да. Я хотел бы, чтобы вы, пастор Валентин, помолились. Если можно. всемогущий, любящий Господь, наш и Бог, Отец Небесный, в эти мгновения, Господи, после обсуждения и прохождения еще раз, как обзора книги Ефесяна, мы видим, Боже, как Ты поднимаешь каждого из нас на особый уровень и предлагаешь нам статус Твоего сына и дочери, статус быть в числе Твоей семьи. Господи, возможно, сейчас нас смотрят люди, зрители, которые имеют борьбу душевную, которые борются с какими-то особыми проблемами в их жизни. Мы молимся, Господи, о благословении, дару им мудрости, силы и смелости, выстоять на стороне правды и честности. Благослови, Господи, чтобы эти истины, которые сегодня прозвучали, могли помочь каждому из нас в каждый раз принимать правильные решения, быть на Твоей стороне, несмотря на те потери, несмотря на то, что мы оставим, но видеть то будущее, которое Ты приготовил для каждого из нас. Во имя Иисуса Христа, нашего предводителя, нашего пастыря и нашего спасителя, который в сражении с дьяволом поразил его в голову и сегодня каждому из нас дает эту победу, дает силы и дает свою помощь. Слава Тебе, Господи, за Твою милость и любовь к нам. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, это время, которое еще есть у нас. Победы, которые возможны в вашей жизни. Возможны, но только в Господе и только с Ним. Да благословит вас Бог! И дальше мы также будем исследовать Священное Писание. Присоединяйтесь к нам, делитесь ссылками, подписывайтесь на канал. Это маленькие, но уже ваши победы публично заявлять о вашей вере. Да благословит вас Бог! До новых встреч и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова